Братья Гримм. Бременские музыканты. У одного хозяина жил осёл, который уже много лет таскал мешки на мельницу, да, наконец, так обессилел, что стал к работе непригодным. Хозяин решил от него избавиться, но осёл вовремя заметил, что дело не к добру клониться. Убежал от хозяина и направился в Бремен. Там, мол, буду я городским музыкантом. Прошёл он немного по дороге и наткнулся на собаку, которая лежала на дороге и тяжело дышала. «Ну что ты так запыхалась? Хватай-ка!» — спросил осёл. «Постарела я, и к охоте негодная становлюсь», — отвечала собака. «Так хозяин-то мой убить меня собирался, но я и убежала из дома. Да вот только не знаю, как жить теперь. Знаешь что? Я иду в Бремен и собираюсь быть уличным музыкантом. Пойдём вместе». Собака согласилась с удовольствием, и пошли они дальше вместе. Немного прошли, повстречали на дороге кота. Сидит он хмурый такой. «Ну а с тобой какая такая беда, усатый?» — спросил осёл. «Стар я становлюсь. И зубы у меня притупились, и охотнее сижу за печкой да мурлычу, чем мышей ловлю. Вот хозяйка и вздумала меня утопить. Я, конечно, улизнул, и теперь не знаю, куда голову преклонить. «Пойдём с нами в Бремен», — пригласил осёл. Коту совет показался дельным, и он пошёл с ними. «Пришлось нашим трём беглецам проходить мимо одного двора, и, видят они, сидит на воротах петух и кричит, что есть мочи». «Чего это ты орёшь во всю глотку?» — спросил его осёл. «Да вот, завтра к нам гости будут. Хозяйка без жалости велела меня сварить в супе, но я и кричу, пока могу». «Да тебе лучше с нами уйти. Идём мы в Бремен», — предложил осёл. Понравилось петуху это предложение, и они все вместе направились далее. Однако в один день они не добрались до Бремена и заночевали у дерева, а петух взлетел даже на его вершину, где ему было безопасней. Устроившись, он огляделся и увидел мерцающий огонёк. Крикнул петух товарищам, что жильё близко. Пошли друзья на огонёк и вышли к ярко освещенному дому, который был разбойничьим притоном. Разбойники сидели и ели в своё удовольствие, а наши путешественники были уставшие и голодные. Посовещавшись, они решили выгнать разбойников из дома. Осёл уперся передними ногами в подоконник, собака вспрыгнула ему на спину, кот взобрался на спину собаке, а петух взлетел и сел коту на голову. И разом принялись каждый за свою музыку, а потом и вовсе вломились в дом через окно. Разбойники, заслышав этот неистовый рёв, в ужасе разбежались по лесу. А наши четверо приятелей принялись за остатки ужина и так наелись, что еле смогли выйти из-за стола. Погасив огни в доме, четверо музыкантов расположились на ночлег. Осёл улёгся во дворе, собака прикорнула за дверью, кот растянулся на плите около тёплой золы, а петух взлетел на шесток, вскоре они все заснули. Когда минула полночь, и разбойники увидели, что огни в их доме погашены, и всё, по-видимому, спокойно, атаман сказал, «Нечего нам страху поддаваться», и велел одному из шайки пойти к дому на разведку. Посланный вошёл в кухню, чтобы раздуть огонь, и показались ему кошачьи глаза горящими угольками. Он и ткнул в них лучиной. Кот как вскочит, как фыркнет ему в лицо, да как цапнет! Разбойник с перепугу бросился к чёрному ходу, а тут собака укусила его за ногу. Он пустился бежать во двор, а там его осёл легнул изо всех сил. В довершении всего петух от этого шума проснулся и заорал во всю глотку. «Ку-ка-ре-ку!» — побежал разбойник со всех ног к атаману и доложил. В доме там поселилась страшная ведьма. Она мне в лицо огнём дыхнула и длинными пальцами поцарапала. А у дверей стоит человек с ножом. Он меня по ноге ударил. А на дворе какое-то чёрное чудище на меня с дубиной наткнулось. А на самом-то верху сидит судья, да как крикнет, «Давай его, плута, сюда!» Едва-едва я оттуда ноги уволок.